Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник «География» 5-6 класса, серия «Полярная звезда», издательство «Просвещение». Параграф 27. Очередные «Учимся с полярной звездой» и очередной полный бред под названием «Сделайте что-нибудь». Если вкратце, что здесь от вас требуется? От вас требуется более или менее вообще представлять себе, что такое крупные формы рельефа. Проще говоря, берете контурную карту и рассказываете равнины и горы. Равнины какие? Плоские, низменности или плоскогорья? Горы какие? Маловысотные, средневысотные, сверхвысотные и так далее. Какие есть достопримечательности в этих горах? То есть, на какой высоты есть самые высокие горы, например? Есть ли какие-то вулканы? Особо красивые долины? И так далее. То есть, от вас требуется именно вот это все рассказать или разместить на контурной карте. При этом на одной из заданий это некий туристический маршрут. Ну, так как мы живем в России, самое простое это, конечно же, взять, например, Камчатку и разместить. Где там находятся какие-то горы, где находятся равнины, а там на полуостров Камчатка довольно большой, там и горы, и равнины присутствуют. При этом там присутствуют еще и вулканы, там присутствуют еще и гейзерные долины. То есть, там более чем достаточно различных туристических природных объектов, которые могут привлечь то или иное внимание. То есть, здесь от нас просят в следующем задании создать туристический маршрут. И если мы говорим про Камчатку, то самое простое это на контурной карте сначала отметить, во-первых, где горы, где равнины на Камчатском полуострове. Потом разметить, поместить точками города, хотя бы Петропавловск-Камчатский, также основные вулканы и наиболее высокие точки, то есть наиболее высокие вершины горные полуострова Камчатка. Также будет неплохо разместить на контурной карте, где находятся гейзеры, и попросту проложить маршрут. Далее уже вы сами будете решать, будете вы подавать это задание письменно или будете вы подавать его в виде устного какого-то доклада. Здесь, конечно, все зависит от учителя. Вот, собственно говоря, что от вас просят в этом своеобразном параграфе. Честно говоря, нормальные учителя, они, конечно, такое даже задавать не будут. А если и будут, то выполнение будет совместно в классе, потому что в пятом-шестом классе выполнить что-то такое, я себя вспоминаю в пятом-шестом классе, я бы такое не сделал. Это очень сложно.